Тема 17. Россия при Александре III. Параграф 1. Традиционализм Александра III. В результате великих реформ произошли изменения во всех слоях российского общества, от крестьянства до аристократии. В целом они принесли положительные для страны результаты, но обнажили ряд проблем, что привело к большой напряженности в обществе. Крестьянская реформа 1861 года исчерпала за 20 лет свой положительный заряд, сильно ударив малоземельем по основному населению страны. Вместе с крестьянством нищала значительная часть дворянства, частично от продолжающегося дробления имений, от нежелания перестраиваться на рыночные рельсы. Война на Балканах 1877-1879 годов расстроила российские финансы. Доселе, не требовавший государственного вмешательства рабочий вопрос, все более привлекал к себе внимание и требовал решения. Во многом пестрое российское общество в разных формах заговаривало и о представительных органах власти. Радикальное общественное движение, несмотря на уход в подполье, представляло опасность для жизни императора. 1 марта 1881 года в результате покушения император Александр II погиб. На российский престол взошел его сын Александр III. Новому императору предстояло сделать выбор — или продолжить реформы, или приостановить, для того, чтобы оглядеться и внести в них определенные коррективы. Многие современники отмечали в Александре III огромную работоспособность, происходившую из желания во всем разобраться самому. Уже к началу 1870-х годов у цесаревича сложилось определенное мировоззрение, которое впоследствии выросло в реальную политическую программу самобытного развития России, которую он старался проводить в жизнь. В основе программы лежала мысль об укреплении традиционной для государства самодержавной власти с помощью развития национальной промышленности. Экономическая политика предусматривала разные меры поощрения всех отраслей промышленности, протекционизм, сохранение бумажно-денежного обращения, строгий контроль со стороны государства над биржевыми операциями и частным предпринимательством, государственную монополию на винокурение и табак, экономическую поддержку сельского хозяйства в лице дворян и крестьян, укрепление общинного землевладения. Исходя из теории официальной народности, Александр III заботился о том, чтобы в Россию не проникали чужие западные теории. Не противопоставляя Россию Западу, царь проводил самостоятельную внешнюю политику, исходящую из российских государственных интересов. Геополитическая доктрина включала укрепление русского влияния в Азии и утверждение России на окраинах империи, панславизм и поддержку освободительного движения славян, сближение с президентской Францией. Александра III еще при жизни называли царем-миротворцем. В его правлении Россия не вела ни одной войны и способствовала укреплению мира в Европе. Жесткая позиция по отношению к Германии заставила последнюю пересмотреть планы нападений на Францию, что могло бы привести к большой войне еще в конце XIX века. Параграф 2. Сословные реформы 1880-х годов. Александр III далеко не во всем положительно оценивал реформы 1860-х годов и считал, что их проведение нарушило традиционные течения русской жизни, подорвало вековые устои. Манифест 29 апреля 1881 года недвусмысленно говорил о незыблемости самодержавия и о том, что всякие разговоры о представительных органах власти нежелательны. После апрельского манифеста многие реформаторы, члены правительства, ушли в отставку. В круг соратников императора вошли более осторожные в политике люди – Игнатьев, Дмитрий Толстой, Победоносцев и другие. В прессе идеи традиционализма проводил Котков. В первую очередь новое правительство обратилось к решению крестьянского вопроса. Был осуществлен ряд мер, направленных на улучшение положения народных масс, в частности, те крестьяне, которые еще находились в положении временно обязанных и платили оброк помещикам, что могло продолжаться до бесконечности, переводились на обязательный выкуп с пониженными платежами. Была отменена подушная подать, а образовавшиеся в связи с этим пустоты в бюджете весьма успешно прикрыли увеличением налогонаводку. В то же время был разработан и проведен ряд мер, направленных на борьбу с крестьянским малоземельем, в числе которых учреждение крестьянского банка и закон о переселении, согласно которому в условиях дефицита земли в европейской части России объявлялась желательной миграцией крестьянства в восточные губернии. Одновременно правительство Александра Третьего заботилось о стабильности российской деревни. Для этой цели, по мнению правительства, следовало укреплять сельскую общину, разрушение которой привело бы к ненужной дифференциации сельского общества и социальным потрясениям. К проблемам крестьянства добавились и дворянские. После реформ 1861 года многие представители дворянства считали себя ограбленными и обойденными во власти. Не приспособившиеся к новым рыночным условиям дворяне неоднократно жаловались в государственной инстанции о своей скудости. Чтобы вернуть хотя бы часть власти дворянству, было пересмотрено положение о земствах в пользу дворянства с тем, чтобы сосредоточить в их руках больше власти. Еще одним шагом для восстановления сословного деления общества стало положение о земских учреждениях 1890 года, изменившее избирательную систему в пользу дворянства, которое стало в сущности одним из главных сословий на местах, выполняя роль проводника воли правительства. Параграф 3. Рабочий вопрос. Народное образование и печать. Александр III, поощряя развитие промышленности в России, не мог не думать о возможных социальных последствиях этого процесса. Увеличивающиеся масштабы индустрии давали количественный рост рабочего класса со свойственными ему противоречиями. В отсутствие рабочего законодательства фабриканты стремились в кратчайшие сроки добиться максимальной прибыли за счет усиления эксплуатации рабочих. Условия труда редко соответствовали нормальным. Рабочий день доходил до 12-14 часов. Штрафы рабочих превышали половину их оклада. Правительству приходилось решать весьма трудную проблему. Уменьшить притязания фабрикантов и, по возможности, не ущемляя их интересов, удовлетворить требования рабочих. С 1882 года ограничивается продолжительность рабочего времени для малолетних и женщин и запрещается их ночной труд. Для надзора за исполнением этих постановлений были учреждены должности фабричных инспекторов. Тем не менее, конфликтов избежать не удалось. Одним из самых крупных считается Морозовская стачка в 1885 году на Ткацкой фабрике в Орехово-Зуево. Во время разбирательства были вскрыты многочисленные беззаконии со стороны администрации. Тем не менее, Александр III потребовал наказания зачинщиков. Морозовская стачка ускорила принятие фабричного закона в 1886 году. Необходимые с точки зрения охранительной политики государства мероприятия коснулись и сферы народного образования. В сущности, была продолжена линия конца 1860-х годов на усиление контроля государства над учебным процессом. Так, кандидаты на должность профессора и другие ранее выборные должности теперь назначались правительством. Плата за обучение возросла как в университетах, так и в гимназиях. Для некоторых одаренных учащихся существовал так называемый казенный кошт, то есть за него платило государство. Школы низшего уровня, которые часто устраивались самими крестьянами, были переданы в духовное ведомство, что сослужило им положительную службу, поскольку теперь они финансировались государством, да и качество начального образования поднялось на более высокую ступень. Число таких школ возросло с 4500 до 32000 к 1894 году. 19 век в России стал временем возрастания роли печати ежедневных газет, толстых журналов, периодически издающихся альманахов. В правительстве же считали, что российское общество еще не подготовлено к восприятию различных мнений, в том числе антиправительственного содержания. В связи с этим в 1882 году издаются новые правила, стеснительных по отношению к печати мер. Те газеты и журналы, которые имели более трех предостережений со стороны цензурного комитета, вновь могли выходить исключительно подвергшись полной цензуре.